Кожные десятые рубель на свое утримание зарабляют сами. Лавки, мангалы, каваные подставки для вазонов и навод мыла. Рыхтуют для продажи на кермаши областного свята агрария у Дажинки у Кличеве жильцы Салтановского дома-интерната. Один из методов социальной реабилитации инвалидов – праца у майстернях, дозволяя зараблять додатковые сродки для потреб установы. ГТРЧ для загородного дома – заказ насельництва, зробленный они руками жильцов Салтановского дома-интерната, что под Могилевым. Одны займаются столярной справой, другие под керовництвом инструкторов готовят мыло. Третья – у суседнем помешканне, яго старанно упаковывают, продукцию повязывают на кермаш. Работаем столярными работами и под заготовкой досок, чтобы на территории у нас красота была хорошая. Ну, прерывающие у нас занимаются этим. Учимся шкатулочки делать на выставке. Вот в нем металл, делаем лавочки. Им прописана трудотерапия 4 часа в день. Ну, по возможности кто-то… Они у нас очень талантливые, они у нас стремятся даже к этой трудотерапии. Но кто-то больше занимается. Все занимаются по своей возможности, по своим заболеваниям. Ну, как-то так. Ну, стараются все заниматься. Праца, по словам специалистов, это не только частка терапии жильцов интерната. Практично все, что вырабляют в майстернях – столярные, мыловаренья, швейные – имкнутся продать. И выробы гэты корыстаются попытом. Тем больше, что реализуют их по себе кошти. Мы их продаем, участвуя в ярмарках, в различных праздниках районных, областных. Эти деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем как на укрепление материально-технической базы, как на оснащение наших мастерских, на приобретение расходных изделий, так и на стимулирование заработной платы тех работников, которые работают вместе с нашими проживающими. Наши изделия, они не уступают по качеству тем фабричным, скажем так. При этом соотношение цена-качество у нас гораздо более привлекательное и приемлемое, чем в торговых объектах. У дома-интерната есть своя господарка – некольких гектаров земли, так что сельгаз-продукция уласная. У администрации Салтановского дома-интерната удокладнили – каждый десятый рубель они заработали сами. Татьяна Сергеевич, Александр Артемьев, Новина региона.